Около 30% людей не чистят зубы. Таковы данные опроса Центра изучения общественного мнения. Ещё примерно столько же делают это нерегулярно. Но даже если вы чистите зубы дважды в день, уверены ли вы в том, что делаете это правильно? Какая простая на первый взгляд процедура, как чистка зубов, на самом деле имеет свои тонкости. Если о них знать, то можно реже бывать у стоматолога. Точнее, бывает-то надо часто, а вот лечить зубы вам предстоит действительно гораздо реже. Сегодня мы напомним вам основные приёмы чистки зубов. Поговорим о том, как пользоваться электрическими щётками. В студии у нас Александра Антонова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской стоматологии Дальневосточного государственного медуниверситета, главный детский стоматолог Хабаровского края. Александра Антонова, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вроде бы говорим о прописных истинах, но насколько всё-таки они важны? Казалось бы, правильно почистить зубы, и это спасёт от многих проблем, да? Да. Самое главное, что по статистике даже те люди, которые чистят зубы, 90% чистят зубы меньше одной минуты. А по срокам это, как правило, в 2-3 раза больше. А сколько нужно? Стандартная чистка зубов должна занимать не менее 2,5-3 минут. Казалось бы, 2-3 минуты, но для чистки зубов это много. Это прям так внушительно. Да, это очень много, тем более, что существуют специальные таймеры, лучше использовать будильники или как правильно обучить ребёнка чистить зубы, это установить какой-то таймер для того, чтобы и самим контролировать чистку зубов, и самим приучиться к регулярной гигиене полости рта. Это достаточно большой труд. И очень часто родители уступают детям это, так скажем, основное правило, но не контролируют его. Но дети, как правило, и сами взрослые зачастую делают ошибки. Итак, если разобраться, какие же основные правила? Первое — это время. Не столько важна щётка и столько паста, сколько кратность и длительность и правильность движений. Итак, какие же у нас основные движения? Основные движения люди привыкли чистить вот такими возвратно-поступательными или горизонтальными движениями. На самом деле основные движения должны быть выметающие. Выметающую щётку мы ставим под углом 45 градусов, и вот так вот, проворачивая щётку, мы должны вычищать все поверхности зубов. И плюс у нас есть ещё круговые движения, тогда, когда мы одновременно ещё и массируем десну. Итак, для того, чтобы правильно почистить зубы, нужно освоить все три вида движения и условно разделить весь зубной ряд на несколько частей. Это боковые зубы, это фронтальная группа зубов, вот клык, да, вот клык — это является основа, и следующая опять боковая группа зубов. И на каждом участке надо стараться делать минимум по 8-10 движений для взрослых каждого вида. Например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Снизу раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Горизонтальные движения. И при сомкнутых зубах мы массажируем десну верхней и нижней челюсти. Почистили боковую группу зубов и переходим на переднюю группу зубов. Почистили сверху, снизу при сомкнутых зубах, затем перешли на противоположную сторону. Каждого вида движений 8-10. Детям допускается чуть-чуть меньше, до 5-6, ну, в зависимости от возраста. После того, когда мы почистили вот эту вестибулярную поверхность, то есть щечную, которая прилежит к щекам, мы открываем рот и начинаем вот такими движениями чистить ту поверхность. Жевательную и внутреннюю. Да, и внутреннюю поверхность вот такими выметающими движениями. Жевательную поверхность вот такими движениями, а вот внутренние поверхности мы опять делаем в основном выметающие движения. И когда мы почистили нижнюю челюсть, переходим на верхнюю челюсть. И вот эта чистка зубов, если вы будете правильно соблюдать все основные временные промежутки, она в среднем и займет эти 2,5-3 минуты основного промежутка времени. Как правильно закончить чистку зубов? Щетку надо хорошенечко помыть и поставить головкой вверх, стараться не использовать футляры. Кроме того, у нас есть специальные красители для помощи и определения тех зон, которые мы не почистили. Есть специальные таблетки, которые можно или разжевать, но чаще после вечерней чистки зубов, или можно растворить в полстакана кипяченой воды и прополоскать после вечерней чистки зубов. Все то, что мы не дочистили, мы увидим и можем дочищать. Это можно для детей, для взрослых самостоятельно контролировать гигиену полости рта. Ну, сегодня у нас есть еще один важный момент, да, мы отдельно, мы много рассказывали о щетках, о пастах, но вот сегодня мы выделили прям группу электрические щетки и решили прям показать особенности, как ими тут управляться. Вот что здесь важно знать? Вообще вот говорят, что электрические щетки, они для ленивых. Это правда или нет? С одной стороны, они для ленивых, но с другой стороны, это требует, ну, минимум столько же времени, сколько при обычной чистке зубов. Но они не уступают по своей вот эффективности? Нет, они не уступают. И сейчас появилось очень много модификаций. Вот если посмотреть, вот здесь вот такая есть круглая, круглая головка, и здесь уже заложены основные типы движений. Но если посмотреть, этого хватает только на один зуб в основном. То есть для того, чтобы почистить все зубы, мы должны передвинуть эту щетку от каждого зуба и почистить вот эту сторону и внутренние поверхности. Что может занять не три минуты, а все пять. Может даже до пяти минут занять. Есть другие виды щеток. Головки здесь чуть-чуть побольше. Она не крутится, но за счет ультразвуковых колебаний она может... Вибрирует. Она вибрирует, да. И вот она... И вот постепенно передвигая, здесь заложены разные типы движений, вибрации, но скорость может быть. Для детей может быть более низкие обороты и ультразвуковые колебания. Для взрослых иногда даже разные режимы и полировки, и отбеливания есть новые зубные щетки. Для детей можно рекомендовать с трех лет, но там есть специальные зубные щетки. Они со звуковым сигналом, они с какими-то яркими подсветками. И кроме того, есть в электрических зубных щетках последнего поколения, есть даже программное приложение, которое подключается и может контролировать и время, и качество чистки зубов. За счет того, какими движениями мы делаем. Но самое главное в этих зубных щетках, это правильно передвигать эти щетки. Кроме того, есть еще щетки немножко последнего поколения, это ионные зубные щетки. Они могут чистить зубы даже без пасты. За счет того, что вот эти вот щетинки керамические, они выделяют определенные ионы, которые вспенивают зубной налет и оказывают антисептическое действие. Поэтому есть много разных модификаций зубных щеток. Разные фирмы-производители производят, ну, как бы немножко разные модификации. Каждый выбирает, смотрит по характеристикам, что больше подходит. Получается, что если мы используем щетку электрическую, то здесь нам очень важно не пропустить, да, вот передвигать ее от зубчика к зубу, да, и не пропустить вот какие-то моменты, чтобы мы все прочистили. Ну, самое главное, это тщательность чистки зубов. Ну, и не надо забывать, что есть у нас то же самое индикаторные щетинки, которые говорят о том, что пора менять головку зубной щетки. И самое важное, что и качество и щетины, и качество чистки зубов тоже снижается. Поэтому надо менять эти сменные головки, и, конечно же, наша основная задача поддерживать в нормальном состоянии. И когда мы выбираем эту зубную щетку, мы должны учитывать возраст пациента, это ребенок или взрослый, состояние полости рта, и выбирать уже тот тип щетки, который нам наибольше подходит. Если раньше были в основном такие круговые, то сейчас есть другие модификации, которые могут позволить качественно, хорошо очистить полость рта от всех отложений зубных. Спасибо, Александра Анатольевна. В студии у нас была Александра Антонова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детской стоматологии Дальневосточного государственного медуниверситета, главный детский стоматолог Хабаровского края.